Турецкая рулетка Рекорды установлены. В Бразилии выдали 450 тысяч презервативов на все делегации. У них на спорт хоть время останется? Механизма финансового выравнивания, применяемого с начала 2005 года системой перераспределения средств между богатыми и бедными субъектами федерации, которая известна как Лендерфинансаусглейх. Выплаты в пользу других земель на каждого гессенца составили за полгода 224 евро. Это больше, чем заплатили баварцы по 219 евро, баден-вюртембержцы по 104 и жители Гамбурга по 25 евро на каждого. Только эти четыре федеральные земли пополняют механизм выравнивания, остальные являются его бенефициарами. Крупнейшим получателем помощи из года в год оказывается Берлин. Еще в прошлом году материальная помощь богатых федеральных земель Германии бедным в рамках финансового выравнивания составила рекордных 9,6 миллиардов евро. Больше половины этой суммы, 5,5 миллиардов евро, пришло из Баварии. Земля Баден-Вюртемберг внесла в общую копилку почти 2,3 миллиарда. Гессен – 1,7 миллиардов. Вклад Гамбурга составил около сотни миллионов евро. В нынешнем году Гессену предстоит поделиться суммой, превышающей 2 миллиарда. Конечная цель всей идеи земельно-федерального перераспределения – подтянуть уровень жизни в бедных землях к богатым. Фактически достигнуто. При этом, концатирует критиков, в русской Германии сложившаяся практика зачастую создает абсурдные ситуации. Четыре земли и федеральный центр покрывают издержки остальных членов федерации. Но в так называемых бедных землях население зачастую пользуется более значительными социальными льготами, чем в богатых. Большинство немцев не возлагает на Ангелу Меркель вину за теракты в Германии. Об этом пишет журнал «Штерн» со ссылкой на данные социологического опроса, который провел Институт исследования общественного мнения Форса. Террористические акты, случившиеся в июле в Германии, не являются следствием миграционной политики кабинета Ангела Меркель. В этом убеждено большинство жителей Германии. Всего четверть жителей считают, что вину за случившееся несет федеральный канцлет. При этом три четверти из этого числа являются сторонниками правопопулистской и антиисламской партии «Альтернатива для Германии». 69% немцев, напротив, не связывают теракты в Вюрсбурге и Ансбахе, совершенные беженцами с политикой Ангелы Меркель. В то же время 46% немецких граждан считают, что органы государственной безопасности достаточно подготовлены и оснащены для того, чтобы обеспечить стране максимальный уровень безопасности. Половина опрошенных придерживается противоположной точки зрения. Среди антитеррористических мер, призванных повысить уровень безопасности в стране, наиболее важное, подавляющее число жителей ФРГ, считает укрепление личного состава полиции и усовершенствование ее снаряжения. В необходимости ускорения высылки мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, убеждены 76% немцев. И почти столько же в усилении пограничного контроля. За депортацию мигрантов, совершивших уголовно наказуемые деяния, в том числе и страны, где идут боевые действия, выступают 72% опрошенных. А 65% полагают, что в операциях, связанных с террористическими атаками, необходимо задействовать дополнительное число солдат Кунгсвера. Европейская комиссия одобрила выделение миллиардных инвестиций на строительство берлинского аэропорта. Многострадальный аэропорт, который строят уже 10 лет и открытие которого переносили уже 4 раза, получил надежду начать работу в следующем году. Еврокомиссия выделяет на строительство аэропорта в Берлине более 2 миллиардов евро. Инвестиции будут сделаны на рыночных условиях и не будут являться государственной помощью строителям аэропорта. Первый кредит в 1 миллиард евро федеральное правительство власти Берлина и Бранденбурга получит в январе следующего года. Другую половину финансирования обеспечит консорциум из семи банков во главе с Norddeutsche Landsbank. По данным Европейской комиссии, часть денег предназначена для решения технических проблем с системой противопожарной защиты и для улучшения звукоизоляции в аэропорту. Кроме того, следует инвестировать и в расширение аэропорта, потому что трафик растет быстрее, чем первоначально предполагали. Власти Берлина очень довольны решением Еврокомиссии. Теперь ничего не помешает открыть аэропорт в следующем году, заявили в мэрии столицы. Напомним, аэропорт Берлин-Бранденбург начали строить в 2006 году. Его открытия постоянно откладывали, а смету постоянно увеличивали. В Лондоне полиция вывела на улицы дополнительно 600 вооруженных сотрудников для защиты от угрозы нападений. Уровень угрозы терактов в британской столице остается серьезным, и развертывание дополнительных сил полиции не является реакцией на какие-то конкретные данные разведки. Скорее, это долгосрочный ответ на волну смертельных атак в европейских странах. «Любой, кто следит за событиями в Европе в течение последних нескольких недель, поймет, почему мы хотим показать нашу решимость защищать общественность», говорится в заявлении комиссара полиции Лондона Бернарда Хоганхоу. В соответствии с британскими методами работы полиции, большинство сотрудников не носит огнестрельное оружие. Однако комиссар уже заявил, что реальность такова, что для того, чтобы иметь дело с вооруженными и смертоносными нападающими, нужны офицеры с огнестрельным оружием. Дополнительные офицеры с огнестрельным оружием не будут скрывать его от общественности, но будут работать по всему Лондону, как пешком, так и в транспортных средствах. Владельцы нескольких известных турецких отелей, в частности сети Один Бич Хотел и Делфин Хотелс, были задержаны в Турции. По информации, опубликованной в турецких газетах, задержания связаны с возможностью их причастности к попытке проведения государственного переворота, который произошел в середине июля. Например, в Аланье арестовали руководство Дельфин Хотелс. Сами задержаны утверждают при этом, что ситуация является недоразумением и не теряют надежды, что их скоро выпустят на свободу. Но данные, которые приводят турецкие СМИ, свидетельствуют о том, что турецкими спецслужбами ведется активный поиск мятежников, в том числе и в среде представителей гостиничного сектора. Под подозрение попали более 100 человек бизнесменов, на данный момент они задержаны полицией, а официальных объяснений произошедшего полиция Турции не дает. Стоит напомнить, что в сети Дельфин Хотелс, работающей по системе All Inclusive, имеется 7 отелей, причем суммарный номерной фонд составляет примерно 10 тысяч мест. Расположены они на Средиземном побережье. Как сообщают СМИ, гостиницы на данный момент работают в обычном режиме, их управление осуществляют родственники задержанных. Но спецслужбы страны не прекратили свое расследование, поэтому не исключено, что родственники скоро также попадут под подозрение. Участникам стартующей 5 августа летней Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро и сопровождающему их персоналу будет выдано 450 тысяч презервативов, сообщает Global Times. Это втрое больше аналогичных рекордных показателей четырехлетней давности, относящихся к играм 2012 в Лондоне. Таким образом, на каждого члена делегации приходится по 43 презерватива. Напомним, турнир продлится 16 дней. Практика раздачи средств контрацепции уже стала традицией во время проведения Олимпиады. Она является частью программы Международного Олимпийского комитета по профилактике ВИЧ и СПИДа. Во время зимних игр 2014 в Сочи жителям Олимпийской деревни раздали всего 100 тысяч презервативов. Стоит отметить, что секс – это наиболее популярное развлечение в Олимпийских деревнях, чего не отрицают даже сами спортсмены. Многие из них ради достижения результатов готовы отказывать себе в алкоголе, вредной пище, но активно придаются телесным утехам. Партнеров для любовных приключений они часто выбирают среди безотказных волонтеров, работающих в Олимпийской деревне. Устроители соревнований об увеселительной части Олимпийской программы знают и даже создают для потенциальных чемпионов все условия. Истафита Олимпийского огня вошла в финальную стадию. В среду рано утром факел доставили в Рио на яхте. На ее борту находились семеро чемпионов игр. В их числе победитель Олимпиады в Сеуле 1998 года – бразилец Клинио Фрейтас. У меня никогда еще такого не было. Первый раз несу Олимпийский огонь. Невероятное ощущение. Факел доставили из пригорода Рио-Нитероя через залив Гуанабара. До этого огонь принесли десятки людей, в общей сложности преодолев путь в 20 тысяч километров. Рассказывает двукратный чемпион Олимпийских игр по яхтиному спорту Ларс Гаэль. Мне уже выпадала честь нести Олимпийский факел в 2004 году в Афинах. Но сейчас делать это здесь – это особенное чувство. В самом Рио первым фекелоносцем станет мэр города Эдуардо Паэс. Также в эстафете примут участие представители самых разных профессий. Студенты спортивных вузов, официанты, работники театров и даже уборщики мусора. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok